МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомели. Это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году белорусы празднуют знаковый юбилей 70-летия Великой Победы. Как живут победители сегодня? Как сохранить всю правду о подвиге советского народа и воспитать истинных патриотов? Об этом мы не только говорим сегодня в студии на Пушкина 8. Итак, встречайте гостей программы. Заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского области полкома Татьяна Кулеш. Татьяна Николаевна, здравствуйте, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель председателя Гомельского областного совета депутатов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Олег Иванцов. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Анатольевич, рад видеть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 70 лет Великой Победы. По-настоящему знаковая дата. В самом начале передачи «Мой вопрос в зал», что значит для каждого из нас, для каждого из вас этот юбилейный год? Для белорусов особенно победа, конечно. Вот я лично встречаю день Победы с сердцами на глазах. У меня погибло 4 брата, и я был тяжело ранен. Поэтому мы одержали победу. Что бы нам ни стоило, безусловно, понесли большие, тяжелые потери. Но мы сражались, сражались. Мое поколение, грудь защитила Родину. Мое поколение, юность защитила Родину. И отстояла победу в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за этот подвиг. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня беспокоит очень положение, которое у нашей братской Украины. Когда стали героинизировать предателей, убийц. И вообще, что творится в мире. И вот такие слова хотела бы. «Над планетой беда нарастает. Если разум не справится с ней, день настанет, и солнце не встанет, и устанет земля без людей. Встаньте, люди, в любой стране. У порога стоит беда. Не дадим взорваться войне, преградим ей путь навсегда. Все тревожнее от края до края, перекличка зловещих зорниц. Пахнет порохом, ветер играя опаленными крыльями птиц. Не хотим, чтобы небо ослепло, чтоб земля овдовела навек, чтоб черней бухенвальского пепла падал мертвыми хлопьями снег. Над планетой проносятся смерчи. Жаждут нелюди править людьми. Человечество, встань против смерти. Голос мира за мир подними, чтобы в мире был бы мир, а не война. По фамилии Шакаров Семен Федорович, я, во-первых, полковник, ветеран Великой Отечественной войны, партизан 10-й Жураевской партизанской бригады. Ну, командовал полком морской пехоты в разных местах, на Сахалине, на Камчатке, на Чукотке, и в Москве в том числе. А после, как уволился, занялся наукой. Я действительный член акмеологических наук-академик. Кроме того, я занялся не только исследованиями, но и писательскими работами. Ну, и написаны книги, большие книги, по пять изданий. Герои Советского Союза Гобельщин и полные кавалеры Ордена Славы Гобельщины. Кроме того, к ней есть «Юные герои Гобельщины», пять изданий. Ветеранская организация проявляет самую большую-большую активность. В Гобелье 75 школ, мы 62 школы охватили уроками мужества. Кроме того, вот уже буквально последних 10 дней мы, так сказать, Едини народов России и Беларуси были в Брянской области, город Красная Гора. И там, безусловно, мы, так сказать, рассказали о жизни нашей родной Беларуси. Кроме того, вот буквально на днях провели большой такой урок мужества в автодорожном техникуме. Позвольте, вот с вашего разрешения, я буду просить аудиторию, чтобы все подхватили мою песню и припев особенно громко. Песня называется «Фронтовая». Через реки, горы и долины, сквозь бургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая виды по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам попёжка любая, а помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Наталья Леонидовна, и действительно нет такой белорусской семьи, к которой бы не имел отношения праздник Победы, не так ли? Да, сегодня нету ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И мой дедушка Мальновский Иван Павлович тоже был участником войны, и я горжусь тем, что и его вклад есть в Великую Победу. Наталья Леонидовна, культурная программа на майские и июльские праздники в областном центре уже свёрстана, обещает быть масштабной и интересной. А что в небольших населённых пунктах? Расскажите, как встречает 70-летие Великой Победы Лоев? Лоев тоже готовится встречать День Победы. Планируется проведение торжественных мероприятий как само в Лоеве, так и на районе. Конечно, главными участниками торжеств будут наши уважаемые ветераны. Планируется проведение различного рода культурно-массовых мероприятий, спортивных праздников. Уже начаты проведение различных акций, конкурсов. Ждём гостей на наш праздник. Уже сегодня приезжают делегации из Казахстана, Якутии, России. Приезжают для того, чтобы посетить места захоронения своих родственников. Я уверена, что празднование пройдёт на высоком уровне. И о программе мероприятий можно будет узнать на сайте Располкома, а также в районных средствах массовой информации. В общем, всех приглашаете в Лоевский район? Всех приглашаем в Лоевский район. Наталья Леонидовна, знаю, что и молодёжь готовит ряд проектов к 70-летию Великой Победы. Расскажите об основных из них. В феврале месяце было подписано соглашение между Советом ветеранов нашей районной организации и БРСМ. В рамках данного соглашения планируется проведение мероприятий, которые направлены все на патриотическое воспитание молодёжи. Кроме этого, ввиду того, что у нас проводят реконструкции центральной площади городского посёлка Лоев, из числа молодёжи создан трудовой отряд по благоустройству населённого пункта и ряд других мероприятий. Мне подсказывают, есть дополнение в тему разговора. Предлагаю выслушать. Пожалуйста, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Ярослав Даниленко. Я являюсь учащимся средней школы номер 62 города Гомеля. И у меня есть дополнение. Пожалуйста. Наша школа ежегодно приглашает ветеранов на уроки памяти, на которых они рассказывают о самых незабываемых моментах во время Второй мировой войны. Также учащиеся наши школы посещают ветеранов, помогают им в хозяйственных делах. Ну а перед такими датами, как День Победы, День Защитника Отечества, День освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Активисты школы посещают ветеранов, навещают ветеранов и дарят им подарки и хорошие поздравления. Ребята, скажите, чем интересны эти встречи? Ведь по сути это чужие бабушки и дедушки. Либо это тот случай, когда за те несколько лет, пока общаетесь, эти бабушки и дедушки стали практически родными. Жирикова Ирина, учащаяся в этой школе. Для нас, конечно, все ветераны это родные и близкие люди. Благодаря им у нас сейчас мирное небо над головой. Мы обязаны благодарить их за то, что мы сейчас живем на родной земле. Ведь они рисковали своими жизнями за нас, за наше будущее, за родину. А им многие отдали свои жизни, защищая нас. И, наверное, те истории, которые ветераны рассказывают вам, их же не прочитать в книгах, не так ли? Тоже интересно. Да. Мы, когда посещаем перед праздниками, обязательно они нам рассказывают свои истории и мы делимся со своим классом на информационных часах, на мероприятиях. Что ж, ну, а мы двигаемся дальше. Необычную находку в преддверии праздника Победы нашли строители при реконструкции монумента в Лоеве. Сразу после короткого видеоматериала вернемся в студию и продолжим беседу. Обычный рабочий день 26 марта для лоевских строителей закончился очень необычно. После пяти вечера бригада перешла к демонтажу купола Стеллы. Несколько рабочих спустилось в отверстие, которое образовалось после демонтажа. В темноте строитель Александр рассмотрел веревку, к которой, как впоследствии выяснилось, был привязан темный сосуд. Сначала мелькнула мысль, может, кто-нибудь из своих пошутил, однако форма, состояние бутылки, а также едва видные в ней листы бумаги дали понять, что все не так просто. Когда спустились, хотели вскрыть. Шутили сперва, а потом посоветовались с прорабом и отдали ее в музей. Может, какое-нибудь на пусты тоже строителям все-таки же воздвигали и когда-то Стелла, а может, молодежи какой-нибудь на пусты. Сосуд с неизвестной историей открыли в присутствии строителей, выполнявших работы на объекте, ветерана Великой Отечественной молодежи и руководства райисполкома. В бутылке действительно находился лист, завернутый в кусочек газеты «Правда» с рубрикой «Навстречу 23-му съезду». Примерная дата написания письма октябрь 1965 года. Здесь восстанавливали памятник воины-строителей нашим родителям, которые отдали жизнь за наше будущее. Протасов Виктор Иванович, Гребешков Иван Михайлович, Титок Николай Владимирович, Винницкий Владимир Иосифович, Давыдов Михаил Егорович, Юрик Владимир Федорович, Попу Виктор Иванович, Сидоренко Леонид Алексеевич. 30-го, 10-го, 1965-го года. В эфире «Гомель» это студия на Пушкина 8 и мы продолжаем. Сколько таких находок еще ждет белорусов, по-моему, неизвестно. Олег Анатольевич, судя по материалу из Луева, райцент преображается, а как обстоит ситуация в других населенных пунктах? Не только Луев готовится к встрече этой великой даты. В каждом районе нашей Гомельской области разработаны планы мероприятий по проведению этого великого праздника. Планы мероприятий предусмотрены и благоустройство территорий, и благоустройство могил, воинов, близков, памятников Великой Отечественной войне. Кстати сказать, у нас на территории Гомельской области их более чем 1600. Поэтому все мероприятия будут исполнены, выполнены, и праздник пойдет на самом высоком уровне. Наталья Леонидовна, возвращаемся к той самой находке на площади Луева. Поделитесь впечатлениями. Наверняка было волнительно вскрывать ту самую бутылку с посланием. Расскажите об этом. Конечно, было очень волнительно, потому что такую находку встретишь не каждый день. И если бы непроводимая реконструкция стелы, возможно, мы бы даже не узнали о том, что такое послание вообще существует. И само это событие, оно очень знаково для нашего района, для наших жителей. Ровно 50 лет назад на центральной площади Луева была воздвигнута стела в честь воин, освобождавших наш район. Ну и когда вскрывали саму капсулу из послания, во-первых, мы не знали, кто его оставил. Самое главное, было ли это вообще-то послание. И что там написано, в общем, волновались, если быть откровенным. Конечно, очень волновались. Это событие вызвало интерес в жителей нашего района. Было огромное количество СМИ. Ну, когда капсула была открыта, оказалось, это послание от воинов-строителей. И на сегодняшний день эта капсула передана в наш районный музей. И мы начали работы по поиску тех людей, которые были указаны в этом списке. Сегодня с нами в студии программы и директор музея «Битва за Днепр» Римма Стадникова. Римма Геннадьевна, добрый день. Рад видеть в студии на Пушкина 8. Римма Геннадьевна, как считаете, насколько сегодня востребована информация о том подвиге и информация о Великой Отечественной? Следует отметить, что 70-летие Великой Победы активизировало внимание именно к этой теме, теме войны. Музей посещают не только обычные посетители, но сюда приходят и дети для того, чтобы выполнить какие-то творческие работы, потому что масса всевозможных акций, мероприятий, эстафет, посвященных именно Победе. Ну и хотелось бы отметить, что не только на уровне государственном идёт работа и обращаются просто простые люди. Цель их обращения это поиск родственников, которые погибли. Вот и сегодня нашу Белоруссию, нашу Гомельщину покидает счастливая казахская семья, которая 70 лет разыскала своего родственника, погибшего на территории Луевского района при освобождении деревни Деражичи. И было так трогательно смотреть, люди проделали такой огромный путь. Место захоронения они узнали только в этом году, они привезли из далёкого Казахстана свою землю и говорили о том, что нынче белорусская земля стала для них тоже родной. То есть цена победы очень велика. И в этом плане я думаю, что мы никогда войну не забудем, потому что если мы её стоит нам немножко, даже на секунду представить, что нет войны, она наступит вновь. И примером тому наши соседи. Как подавать информацию о Великой Победе, как быть постоянно интересным молодёжи? Ведь это тоже задача номер один, не так ли? И посетитель поменялся. Тот, который был 20 лет назад, и тот, который сегодня продвинутый, который требует чего-то интересного, так называемого вау-эффекта, способный на это в наших музеях? Ну, прежде всего, как директор музейного учреждения, скажу, что привлекательность учреждения определяют прежде всего фонды, то, что в них находится. Но человеческий фактор, тот, кто работает, музейчики, их значение гораздо велико, потому что очень важен человеческий фактор. Приходя в наш музей, он военный, он посвящен теме форсирования реки Днепр и освобождения Лоевского района, мы соприкасаемся с вещами, которые нам напоминают в войне, это реликвии. И вот эта связь между поколениями, она, наверное, эмоционально оказывает эмоциональное воздействие на наших посетителей. И ведь сегодня почерпать информацию о прошлом мы можем из интернета, достаточно много средств, но вот получить этот эмоциональный заряд мы можем только в таких учреждениях, как музеи. И следует отметить, что предстоящая реконструкция повлияет на наши фонды. У нас появится большое количество новой техники. Оружие всегда интересно подрастающему поколению. Оно манит, оно тянет. И, наверное, вот это тоже прибавит нам новых посетителей. И реконструкция городской площади под мемориальный комплекс, она позволит уже нынешнему поколению не дать возможности забыть о войне. И на будущее, ну, я думаю, что на очень значительное время слово «война» из жизни тех, кто будет посещать Луев, не уйдет никогда, потому что война чувствуется в нашем мирном городке везде и повсюду. И великое течение Днепра не унесет и не умолит славу тех солдат, которые защищали, освобождали наше Отечество. Спасибо, удачи в работе. Что ж, на этом не ставим точку, продолжим беседу сразу после короткой рекламы на «Беларусь-2». В эфире «Гомель» это студия на «Пушкина-8» и мы возвращаемся к разговору. Говорят, для того, чтобы оценить уровень развития любого государства, нужно посмотреть и достаточно посмотреть на то, как живется там пожилым людям. Татьяна Николаевна, согласна ли с этим утверждением? Да, я согласна. Сегодня решение вопросов одиноких ветеранов, одинокопроживающих лиц взяла по свой патронаж государство. По поручению президента разработана была комплексная программа по социальному обслуживанию, ход выполнения которой постоянно рассматривается на заседаниях районных исполнительных комитетов, администрации районов города Гомеля. И за это время, за время реализации этой программы значительно улучшилось положение наших ветеранов, одиноких, пожилых людей, улучшилось качество их социального обслуживания. Вопросы, которые сегодня решаются, они решаются в комплексе и с учетом всех заинтересованных служб, общественных объединений, представителей трудовых коллективов и так далее. Татьяна Николаевна, а как быть тем пожилым людям, которые остались без присмотра родных и близких? Ну, сегодня 25 территориальных центров социального обслуживания населения, которые у нас созданы в каждом районе области, оказывают социально-бытовые, психо... социально-бытовые помощи, психологическую, юридическую помощь нашим пожилым. людям. Благодаря работе этих центров социального обслуживания наши ветераны получают качественные, достойные социальные услуги. И причем с учетом индивидуальных потребностей людей. Более трех тысяч человек у нас проживает в интернатных учреждениях. У нас в области существует 14 интернатных учреждений. Хотелось бы отметить, что наши интернатные учреждения каждый год занимают лидирующие места в смотре конкурсе республиканском о качестве условий проживания в интернатных учреждениях. Поэтому это очень отрадно. Еще одно направление работы обслуживания на дому. Насколько развита эта сфера у нас на Гомельщине? Ну, как в целом в республике, так и в нашей области уделяется большое внимание социальному обслуживанию на дому. Это позволяет решить вопросы наших пожилых людей, ветеранов войны, не только проживающих в городской, но и в сельской местности. Поэтому у нас созданы во всех сельских советах социальные пункты. И существует еще семь филиалов, которые решают вопросы наших пожилых людей. Хорошо, а всем ли эти услуги по карманам? Услуги тех, кто обслуживается на дому? Бесплатно предоставляются услуги только у нас малобеспеченным одиноким гражданам. Все остальные услуги оказываются платно либо на частичной основе. Но я хочу сказать, что эти услуги доступны. В нашей области стоимость этих услуг составляет 3,5 тысячи рублей в час. Если говорить о комплексных услугах, то это в городе от 55 до 115 тысяч рублей, на селе это от 70 до 200 тысяч рублей. Для сравнения хочу сказать, что в целях компенсации к пенсии ветеранов войны предусмотрены компенсационные выплаты для компенсации их состояния здоровья, связанной с их состоянием здоровья и нетрудоспособностью. Например, 80-летним лицам предусмотрена набавка на уход. По указу президента предусмотрены возрастные повышения, которые начисляются уже 75 лет. Поэтому вот сумма этого... То есть государство частично датирует эти расходы? Безусловно. Все это датирует, в смысле компенсируются эти все выплаты. Например, лица, достигшие 80 лет, такая выплата к пенсии составляет 535 тысяч рублей. Татьяна Николаевна, к праздничным датам мы в этом году ветеранам обещали помочь с ремонтом квартиры, частных подворий. Все ли из обещанного удалось воплотить в жизни? Действительно, все потребности и нужные ветераны Великой Отечественной войны, лиц пострадавших от последствий войны удовлетворяются. Это и оказывается помощь в ремонте жилых помещений, надворных построек, электропроводки, устанавливаются пожарные извещатели и так далее. В прошлом году за счет средств фонда социальной защиты населения 293 устрануждающимся пенсионерам и ветеранам войны оказана материальная помощь на сумму 125 миллионов рублей. И еще из обещаний достаточно серьезные материальные выплаты и вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы. Расскажите об этом. В связи с празднованием 70-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне президентом Республики Беларусь 18 марта 2015 года подписан указ о единовременной материальной помощи. Эту помощь получило у нас более 8 тысяч жителей Гомельщины. На эту выплату израсходовано более 36 миллиардов рублей. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачено по 8 миллионов, а всем остальным категориям граждан по 3,5 миллиона рублей. От имени президента Республики Беларусь председателя областного исполнительного комитета, всем ветеранам Великой Отечественной войны, лицам пострадавших от последствий войн, направлены поздравительные открытки. И вручены юбилейные медали 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прервем разговор буквально на несколько минут сразу после короткого материала в тему беседы, вернемся в студию и продолжим разговор. Внимание на экран. Дореволюционная Украина, деревня Богдановка. Именно здесь 27 февраля 1915 года родился Михаил Мазарчук. Правда, жизнь его тогда была настолько тяжелой, что из 10 детей в семье выжили только четверо. В 8 лет мальчик работал уже на более состоятельного односельчанина. Школу по ликвидации безграмотности Михаил Мазарчук закончил только в 1934-м в 19-летнем возрасте. А еще через 3 года был призван в Красную Армию. Бои в Белоруссии, Украине, Латвии, Польше, война с Японией. Полученные раны напоминают о себе до сих пор. У него время то нога болит, та, которая была ранена, то затылок болит, тот, который был ранен. Был наводчиком артиллеры, откат был, и ему ребра побило. Так вот, приходит время и болят эти ребра, болят эти ноги, болит этот затылок, раненый. Поздравить ветерана в деревню Братская Наравлянского района, где он сейчас проживает, приехала целая делегация с подарками и наградами. За участие в боевых действиях Михаил Мазарчук имеет орден Великой Отечественной войны. Медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Теперь к ним добавилась медаль «70 лет победы Великой Отечественной войне». И в качестве музыкального подарка выступление местного народного коллектива скарбницам. Юбиляр действительно заслужил такого уважения. Тем более, что он и сам всю жизнь любил музыку, а в свое время даже выступал в местной художественной самодеятельности. Как только встал, так все, включили ему музыку, и всегда он улыбается, и что-то мечтает. И вот сто лет, но надо молодым позавидовать и пример брать, посмотреть в глаза, что не увядают радостные глаза. В эфире «Гомель» это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Еще одно действительно важное направление, о котором стоит поговорить. Медицина. Олег Анатольевич, мнение эксперта, можем ли мы на достойном уровне сегодня следить за здоровьем наших уважаемых победителей? Конечно, сегодня медицина шагнула вперед, и поэтому мы помогаем и ветеранам, и простым гражданам Республики Беларусь. Что касается ветеранов, то на сегодняшний день наш господ является одним из крупнейших учреждений здравоохранения Гомельской области, располагает прекрасной материальной базой, шикарными палатами, и кроме того, в нашей области имеется еще 229 палат для ветеранов Великой Отечественной войны и людей в прямой категории. То есть на сегодняшний день медицина Гомельщина может в полном объеме оказать помощь и ветеранам, и всем гражданам Слухи Беларусь. Олег Анатольевич, если говорить о госпитале инвалидов Отечественной войны, более 70 лет он стоит на страже тех людей, кто защищал нашу Родину, и все же, наверное, согласитесь, достаточно тяжело этому учреждению успевать в гонке за постоянным развитием с технической точки зрения медицины. Насколько получается это делать? Совершенно правильно. Шагнули вперед все технологии, в том числе и медицинские. Но я хочу сказать огромное спасибо нашему руководству Босполкома, Управлению здравоохранения нашего Босполкома, которое уделяет большое внимание медицине, в том числе и ветеранам, и госпиталю. И на сегодняшний день мы оснащены всем необходимым оборудованием. То есть у нас имеется тамуров компьютерный, очень хороший. Имеется высокая эспер-классовая зиаппаратура, эндоскопическая аппаратура, лабораторная диагностика тоже на высоком уровне. И это все благодаря тому, что каждый год мы потихонечку, потихонечку обновляем свою материально-техническую базу. Об этом говорит даже наше достижение. Если в 2006 году мы заняли второе место в Союзе как лучший госпиталь Союза, то в этом году нам вручили почетную грамоту. В Самаре проходила большая конференция, и мы там участвовали, вручили большую грамоту как одному из лучших госпиталей бывшего Советского Союза в страны СНГ. Участвовали Россия, Казахстан, Украина там не присутствовала, но среди всех оказались мы одни из самых лучших. Поэтому это приятно. Олег Анатольевич, знаю, что сегодня госпиталь работает и как центр реабилитации, причем не только для наших ветеранов. Расскажите, насколько востребованы услуги госпиталя инвалидов отечественной войны. Вы совершенно правы. Уже три года у нас открыт Гомельский областной центр медицинской реабилитации. Там проходит реабилитацию пациента после инсульта, после инфаркта миокарда, после тяжелых травм. И буквально с прошлого года мы оставили реабилитацию пациентам после онкозаболеваний. На сегодняшний день это очень востребованная дисциплина здравоохранения. И приятно отметить, что она пользуется спросом не только у наших белорусов, но еще и у иностранных граждан, которые приезжают к нам на лечение. И вот благодаря тому, что мы активно развиваем наши новые технологии, у нас прошли лечение граждане Украины, России, Казахстана, Азербайджана, Греции. Последнее достижение наше – это итальянцы, Израиль. И только уехали с реабилитации два жителя Германии. Олег Анатольевич, что так привлекает так называемых медицинских туристов? Это сравнительно недорогая цена либо качество обслуживания? Наверное, и то, и другое. Потому что, если бы не было хорошего обслуживания, то, наверное, никто не поехал. Дело в том, что мы сегодня не отстаем от уровня западных центров. И хочу похвастаться, что 15% пациентов, которые прошли реабилитацию, вернулись к труду. Мировой самый высокий показатель – 20%. Поэтому мы почти достигали мирового показателя. И это все известно иностранцам, которые приезжают к нам. Поэтому они к нам стремятся на реабилитацию. К вам, как к главврачу такого солидного медицинского учреждения и как к депутату облсовета, с какими вопросами и проблемами чаще всего обращаются ветераны Великой Отечественной? На этом плане повезло, потому что мне, как и к депутату, как к врачу, обращаются в основном по одной проблеме – по проблеме медицины. И мне очень приятно, что все обращения имеют очень положительный результат. Встретилась семейная пара ветеранов Слоева. Они захотели пройти лечение вдвоем. То есть мы сейчас делаем такие уступки для ветеранов. Мы проводим лечение и реабилитацию этих пациентов семейными парами, потому что за время проживания они привыкли друг к другу и уже трудно расставаться даже в лечебных учреждениях. Поэтому мы сейчас для ветеранов Великой Отечественной войны проводим такие как услуги, как лечение семейными парами. И эта пара прошла лечение, и, надеюсь, мы с ними еще увидимся в следующем году. Особое внимание к ветеранам и от общественных объединений и организаций региона, Наталья Леонидовна, вот в вашем Лоевском районе какие общественные объединения в этом плане работают наиболее плодотворно? Это работа в связке, что называется? Конечно. Все общественные объединения, которые существуют у нас на территории района, их всего 22, в той или иной степени они все равно работают с ветеранами. Всего у нас на территории района 32 ветерана проживают сегодня. Скажу так, что у нас закреплены и учреждения образования, и организации за оказание помощи каждому ветерану. Это социально-бытовые условия. И просто прийти... Пообщаться. А внимание ведь это самое главное. Внимание это самое главное. Сегодня это Совет ветеранов, это и Барсеем, и Фонд мира, Союз женщин. Ну, перечислять можно бесконечно. Я думаю, что сегодня каждый житель нашего района не только в преддверии 70-летия Победы, а каждый день готовы оказать реальную помощь тем людям, которым мы обязаны сегодня нашему светлому, мирному небу. Мирному небу над головой. Кстати, сегодня в студии на Пушкина 8 заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк. Олеся, добрый день. Рад видеть. Подключайтесь к разговору. Спасибо. Добрый день всем. Я хочу сказать о том, что сёстрами Милосердия Красного Креста постоянно осуществляется патронаж над ветеранами Великой Отечественной войны, которые нуждаются в помощи. Оказывается, медико-социальная помощь на дому. Также в преддверии праздника наши волонтёры и сотрудники посетят ветеранов и поздравят их с праздником. Мы помним и чтим не только наших ветеранов. Мы знаем, какая сейчас сложная ситуация в братской нашей Украине и что в Гомельскую область переехало огромное количество вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской областей. В том числе и ветеранов, которые, к сожалению, оказались там ненужными. Да, в том числе и ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Гомельская областная организация в преддверии праздника подготовила подарочный сертификат на 3 миллиона рублей на приобретение лекарственных средств участнику Великой Отечественной войны, который проживает в городе Мозырье. Давайте назовем фамилию, имя, отчество, если есть такая информация. Тарасевич Геннадий Данилович получит данный сертификат. Адамович Татьяна Ивановна, председатель районной ветеранской организации железнодорожного района города Гомеля. Сегодня в зале присутствует у нас ветеран Великой Отечественной войны Хурсан Василий Николаевич, герой социалистического труда. Это человек, который прошел войну, после войны поднимал народное хозяйство, восстанавливал города и села. Он был первым председателем районной ветеранской организации. Правительство нашей республики Беларусь выделило четыре награды, а одна из них, это орден почета, высшая награда, она будет вручаться Хурсану Василию Николаевичу. Я хочу его поздравить с этой наградой, которую ему вручат. Уже мы о гости. Время нашей программы подходит к завершению. Пора подводить итоги и, конечно же, поздравлять наших уважаемых ветеранов с 70-летием Великой Победы. Татьяна Николаевна, начнем с вас. Я, уважаемым нашим ветеранам, хочу пожелать здоровья и долголетия. А наша задача дойти до каждого из них и не оставить их с нерешенными проблемами без внимания. Пожелаю всем крепкого здоровья, мира, добра, удачи и только вместе нам строить счастливое будущее. А нашим уважаемым ветеранам присутствующей студии желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и всех с наступающим праздником. Хочу поздравить всех ветеранов и всех жителей нашей Беларуси с этим светлым праздником и сказать, что 70 лет назад ветераны нам этот праздник сделали, а наша задача его сохранить. С праздником вас! Что ж, ну и это еще не все в нашем праздничном выпуске. Для вас подготовила музыкальный подарок солистка продюсерского центра «Артбис» Гомельской областной филармонии Дарья Ефремова. Встречайте! Аплодисменты Гляджусь я небыто на листерках У озера Блакиты Взрывая солнечные кветки У розах акцамида Ходжу солнечными барами У веночку басильковым И сердце тихо замирает От першародной мовы Народилась я тут На Беларуси Прилетают до нас С выраю гуси Запрошают в поли И все нажатие Бородима першародная Я в мать и хлебный водор Польнял Менета в обеде У смешки сябров Что повод с нами Я заседусь с тобой Под небом синей Моя родима Люблю смех Приводки в цимбалов И дудочки в струменьших Люблю я с бульбочкой и сала И квас тянечком летним Мне белый бусин на строкочах Мелодию как коня Сердвичку в осенью подорыть На радость саду с мамой Народилась я тут На Беларуси Прилетают до нас С выраю гуси Запрошают в поли И все нажатие Бородима першародная Я в мать и хлебный водор Польнял У смешки сябров Что повод с нами Я заседусь с тобой Под небом синей Моя родима Белый водор полет Мне не так вопить И у смешки сябров Что повод с нами Я заседусь с тобой Под небом синей Моя родима Белоствойных горошь Лунают крылы Край мой милый Ты за взятых гостей Витаешь щира Моя родима Я жадаю тебе Добра и миру Моя родима Спасибо даже большое А мы вместе с тобой Адресуем эти аплодисменты И студии на Пушкина 8 В адрес наших уважаемых победителей АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, на этом ставим точку Спасибо, что были вместе с нами И еще раз поздравляем вас 70-летием Великой Победы До встречи на беларусь-2 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова